Ребят, всем привет! С вами Максим Шубин, канал Это Реально Интересно, и сегодня я сделаю обзор на пятый сезон, первую серию сериала Полицейские срублевки. Это, наверное, мой любимый сериал, и я буду его хвалить по большей части, так что, ребят, если вы хотите здесь увидеть критику, то, наверное, вы пришли здесь поставить всего лишь дизлайк. А если вам тоже нравится этот сериал, то ставьте лайки и пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Итак, пятый сезон и первая серия сериала начинается с того, что Володя возвращается своей женой из отпуска, и там он ловит какую-то лобковожку. Жена подозревает, что он подцепил какой-то шмак. Вот. Володя, как обычно, бухнул и изменил своей жене. Все в лучших традициях полицейского срублевки. Демона больше нет, и это большая, просто феноменальная радость для Володи. И он уже чувствует, что он на коне, вот только еще избавится от конченного, и жизнь будет идеальной. Он будет в раю. Но не тут-то было. Гриша Измайлов женился и уехал в свадебное путешествие в Швецию. И оттуда, потом, по ходу серии, он присылает посылку. Далее Володя получает письмо от МВД, от которого Володя максимально обалдел и упал в обморок, и потом уже очнулся в скорой. Володю уволили, в принципе, эта новость его и шокировала. Но его назначают на новую должность в Академию полиции. И у Володи сразу в глазах пробегает доллары и рубли, и понимает, что здесь можно еще больше воровать. Далее Володя заходит к операм и видит, что... Где Мухич-то? Да, он как бы не опер, но тем не менее, он все равно должен быть там. То есть, как бы, вот в этой среде он ищет Мухича среди оперов, видит какого-то красивого молодого человека. И на самом деле это будет Мухич, но Володя его не узнал, так как Мухич очень сильно похудел. И Володя сказал, что он красивый. Что ты такой красивый мужик? Дальше они всей компанией отправляются в Академию. То есть, они там будут все вместе преподавать, всей Петушиной, в том числе, командой. Кристина, Алиса Рыбкина, все эти отправляются туда. Кристина становится офицером-психологом. Это нужно для того, чтобы все другие Петушары и не только смогли пройти психолога. То есть, там такой прям жесткий отбор в эту Академию Полиции. И необходимо пройти вот офицера-психолога полиции. И чтобы все это получилось нормально, чтобы все они могли пройти этого офицера-психолога, они зовут на эту должность Кристину. Далее, Володя приходит посылка из Швеции от Гриши Измайлова. Как раз таки с этим сюрстремингом. Кстати, ребят, загуглите, что это такое. Я сразу тоже не знал, что это такое. Может быть, кто-то знает. Пишите в комментариях. Далее, он позвал своих петуш о смысле оперов. И стал отмечать свое назначение, где, собственно, он и открыл парочку консерв сюрстреминга. Но эти консервы, этот деликатес, он несколько странный для русских, так сказать, желудков. Далее происходит линейка построения. Далее Володя блюет на этой линейке из-за курсанта по имени, как вы бы думали, Гриша Измайлова. Но на самом деле это не Гриша Измайлов в итоге выясняется, а человек, посланный Грише Измайловым. В принципе, на этом и заканчивается серия. Надеюсь, ребят, вам понравилось. Надеюсь, вы ждете обзор второй серии. Пожалуйста, пишите в комментариях об этом. Ставьте как можно больше лайков. Но если вам не нравится, ставьте это дизлайки. Что ж, ну, я готов, я готов, ребят, к критике. Вообще, мне бы очень хотелось сделать и обзор на вторую серию. Посмотрим по просмотрам, по лайкам, к комментариям. Так что, ребят, имейте в виду, с вами Максим Шубин. Канал-то реально интересно. Подписывайтесь, колокольчик нажимайте. И до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok